Всем привет на канале Old Dutchman! Сегодня мы с вами затронем вот такую вот тему, которую вы уже смогли понять из названия видео. Как давно вы измеряли уровень холестерина в крови, какая его величина и как вы себя чувствуете, хорошо ли вам или у вас чувство апатии, дышка, ижемическая болезнь сердца или что-нибудь похуже. Так вот давайте вернемся лет так скажем на 25 назад, когда по рекомендации Всемирной организации здравоохранения врачи по всему миру стали рекомендовать людям для понижения уровня холестерина, доведения его до нормы, принимать определенные лекарства. Люди начали кидаться принимать эти лекарства, особенно кроссфиттеры, люди которые занимаются интенсивно спортом, фитнес-звезды, бодибилдеры, они старались понизить свой уровень холестерина в крови ниже того, который рекомендовала Всемирная организация здравоохранения. Идем еще дальше, назад. Лет 65 назад один врач в Америке высказал идею о том, теорию о том, что холестерин в крови пагубно влияет на, в первую очередь, кровеносную систему, влияет очень пагубно на работу сердца, может привести к ишемической болезни сердца, может повысить риск инфаркта миокарда, а также может вызвать отек головного мозга. Человек будет апатично ко всему относиться, нужно понижать уровень холестерина в крови, чтобы человек чувствовал себя более здоровым и комфортно чувствовал себя в окружающей среде. Идем далее, теперь наверх. Через 20 лет после заявления этого врача многие лаборатории начали проводить клинические исследования по влиянию холестерина на процессы жизнедеятельности организма человека. Оказывается, что тогда уже уровень холестерина в крови, находящийся в пределах от 280 до 350 единиц, был нормой. Золотая середина была 300-310. То есть люди, которые имели такой уровень холестерина в крови, намного меньше были подвержены возникновению ишемической болезни сердца, намного меньше были подвержены возникновению инфаркта миокарда, у них намного меньше было случаев возникновения болезни Альцгеймера, атрофии мышц и также остеопороза. Почему? Причем тут остеопороз к холестерину? Холестерин это липопротеин, необходимый для выработки энергии нашему организму. Также холестерин предохраняет наш головной мозг от проникновения в кору головного мозга различных балластных химических веществ, а также тяжелых металлов. То есть он образует маленький слой, как бы защитный слой, который предохраняет головной мозг от проникновения всех вот этих вот пагубных элементов. Если же уровень холестерина в крови падает, то у человека в первую очередь может со временем развиться слабоумие, может развиться болезнь Альцгеймера, вот эта деменция, кстати, да, многие говорят деменция, что сейчас очень много таких людей, а также развивается остеопороз. К остеопорозу мы сейчас подойдем, но у женщин развивается рак молочной железы. Вы заметили, что последние 20 с лишним лет очень много случаев заболевания раком молочной железы у женщин. Почему? Никто не задавался из вас вопросом. Оказывается, все эти люди, которые прошли клинические испытания или прошли лабораторные исследования, обследования, скажем так, повелись на рекомендации врачей о том, что нужно снижать уровень холестерина, потому что он превышает отметку в 200 с лишним единиц и больше, нужно его понизить до 190. Рекомендованная цифра от Организации Всемирного Здравоохранения. И вот возвращаемся, вернее идем выше, к той отметке, когда я сказал в начале, лет 20-25 назад. Люди повально начали покупать лекарства, которые снижают уровень холестерина искусственным путем. Не забывая о том, что можно кушать все подряд, но не забываем принимать лекарства, иначе кранты, иначе сердце станет. Люди стали принимать эти лекарства для того, чтобы понизить уровень холестерина до золотой нормы, предсказанной Всемирной Организацией Здравоохранения в 190 единиц. Но, однако, фитнес-звезды, кроссфитеры, бодибилдеры стараются понизить уровень холестерина до 150 единиц. То есть, ну, чем там черт не шутит, но лучше снизить чуть меньше, чем будет норма. Мы это знаем, они нас обманывают. Да, они нас обманывают. Они нас обманывают для чего? Для того, чтобы создать цивилизацию полуумных, извините за выражение, имбецилов, которые будут спокойно внимать абсолютно все, что говорится с трибуны, говорится с телеэкрана, и будут слушать и идти как овцы на заклание. Золотая середина холестерина, содержание холестерина в крови этого липопротеина. Есть высокий липопротеин, есть низкий липопротеин. Высокий как раз именно способствует выработке организма витамина D, так необходимого при формировании костного скелета и защищающего ваш костный скелет от возникновения остеопороза даже в молодом возрасте. Я не говорю про старческий возраст, я говорю про молодой возраст. Очень много людей молодых в возрасте от 20 до 39 лет страдающих остеопорозом. И этот же высокий липопротеин предохраняет и кровеносную систему, и сердце, сердечную мышцу, а также головной мозг защищает от проникновения тяжелых металлов и нежелательных химических элементов. Низкий липопротеин, он способствует, многие говорят, он способствует возникновению холестериновых бляшек в крови, возникают потом тромбы и т.д. и т.д. Это очень опасно, возникает ишемическая болезнь сердца и т.п. Так вот, любой холестерин, будь он высоким или низким, способствует тому, чтобы кровеносная система работала как часы и обволакивает кровеносные сосуды. А вот то, что мы называем холестериновыми бляшками, это уже, извините, от переедания жирной пищи. К холестерину это не имеет никакого отношения. Это мы дополнительно добиваем наш уровень холестерина, который у нас в организме был нормой, тем запасом, который нам просто уже не нужен. В конечном итоге человек кидается из одной крайности в другую, т.е. или он пытается искусственным путем по рекомендации Всемирной организации здравоохранения понизить уровень холестерина в крови, чтобы чувствовать себя здоровым. Но он не замечает того, что со временем у него начинается апатия, начинается атрофия мышц, постоянная усталость, в редчайших случаях возникновение депрессии с постоянными головными болями. У этого человека может развиться остеопороз, слабоумие, нехватка витамина D, как я уже вам сказал. При переизбытке холестерина возникают закупорки кровеносных сосудов, которые способствуют возникновению варикоза. Это если варикоз не был передан генетически от родителей. Делайте выводы. Так какой у вас уровень холестерина в крови? Если у вас ради интереса вы пойдете к врачу и сделаете общий анализ крови и попросите, чтобы вам именно указали на уровень холестерина в крови, какой он у вас, и сказали далеко ли он от нормы или нет, вам могут сказать, что ваш уровень холестерина в крови, согласно вашему возрасту, к примеру, от 5 до 6 или, ну скажем так, до 9 с половиной. В принципе, это носите. Сколько в единицах рекомендуется вам иметь уровень холестерина в крови? Если вам врач скажет, что я рекомендую вам принимать лекарства для понижения зеркала холестерина, чтобы вы чувствовали себя спокойно и более живенько, чем есть на самом деле, можете сразу сказать, хорошо, пожалуйста, без проблем, вы берете рецепт, но вы его не отовариваете. Потому что, увы, если Всемирная Организация Здравоохранения рекомендовала, чтобы у людей был низкий уровень холестерина, зная о том, что клинические исследования показали, что уровень холестерина должен быть не менее 300 или 280, это самый минимум, то для того, чтобы человек был более глупым, которому можно вливать любую информацию в голову, в первую очередь, там же ведь тоже сидят не дураки, там же сидят ученые, ученые, которые посвятили всю жизнь исследованиям лабораторным, оставили разные опыты и доказали, что действительно, чтобы сделать человека, скажем так, гомодибиликус, нужно в первую очередь снабдить его информацией, дать ему дешевую жирную еду, дать ему дешевый алкоголь, ну и, естественно, снизить уровень жизнедеятельности мозга. А чтобы снизить уровень жизнедеятельности мозга, нужно понизить уровень холестерина. В таком случае мозг становится более подверженным влиянием извне, то есть различному химическому балласту, который обязан выводиться из организма, или потоотделением, или при помощи мочи, или же проникновению тяжелых металлов, которые мы ходим по улице, вдыхаем. Допустим, проехали машины, тетраэтил свинца, выхлоп, вдохнули, пошли дальше. Это оседает в основном на стенках легких, на трахеях, частично переносится в головной мозг. Если у нас низкий уровень холестерина в крови, то со временем человек начинает, извините за выражение, тупеть, потому что головной мозг постепенно начинает поражаться именно вот этими вот балластными веществами, которые, увы, летают вокруг нас, летают, плавают, бегают, скачут и так далее. Поэтому еще раз, если вы были у врача и сделали свои, скажем так, анализы, общий анализ крови, и попросили, чтобы вам сказали, какой у вас уровень холестерина, делайте выводы. Если у вас уровень холестерина, вам скажет врач, минимум 250 у вас, скажет, о, это нужно с этим что-то делать, в первую очередь послушайте свое сердце, послушайте самих себя. Если вы чувствуете себя хорошо, если вы не страдаете одышкой, если ваше сердце не скачет в непонятной аритмии просто так, если вы не страдаете провалами в памяти, если у вас с витамином D в организме все в порядке, если у вас нету остеопороза, то зачем вам понижать уровень холестерина? Придерживайтесь того уровня, на котором вы находитесь сейчас. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте о том, что я всегда вам говорю в конце каждого видео. Не болейте, будьте нам здоровы. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok